Самолет Л-410 разбился на аэродроме под Кемерово. На его борту находилось 19 человек. Среди них и наши земляки, которых на Алтае знали очень хорошо. Александр Шейкин, пилот судна, инструктор курсантов Барнаульского института авиации и Алексей Рыбальченко, тренер по прыжкам с парашютом. На данный момент официальная причина крушения – отказ одного из двигателей. При таком отказе двухмоторный двигатель Л-410, мы вчера с ребятами рассуждали, в общем-то на одном двигателе можно было посадить. Непонятно только, почему крен, зачем крен создавали. Надо было по прямой потихоньку набирать высоту, парашютисток сбросил. Или посадка перед собой по прямой. Вячеслав отзывается о пилоте Александре Шейкине, как о настоящем профессионале, исполнительном сотруднике, отзывчивом друге и любящем отце. Он окончил летное училище в 1999 году, летал в Кемеровском ДСАФ и уже после него ушел в коммерческие полеты на аэродром Танай. Другой погибший, инструктор Алексей Рыбальченко, пришел в парашютный спорт случайно, за компанию с друзьями, но остался в нем надолго. На момент гибели спортсмен летал уже 17 лет. Ежедневно он совершал десятки прыжков, а их общее количество исчислялось тысячами. Несколько лет назад он был гостем нашей студии, где взахлеб рассказывал о парашютном спорте. Это удовольствие дорогое, желающих много, но в спортсменах остаются людей немного, потому что это как бы больше спорт уже состоявшихся в жизни людей, то есть уже потому что требует достаточных финансовых затрат, то есть покупка снаряжения, парашют, высотомеры, шлемофоны, ну и непосредственно сама плата за прыжки. Но помимо финансов парашютист должен обладать еще и набором личных качеств, смелостью, отзывчивостью, ответственностью и стремлением к новаторству. Именно так отзываются Рыбальченко и его знакомые сослуживцы. По данным следствия, самолет крылом задел кроны деревьев, и именно это стало причиной падения. В тот день экипаж совершал уже четвертый рейс. Николай Радостев убежден, пилоты не могли допустить ошибку. По его версии, причиной крушения стала техническая неисправность судна, ведь самолет использовался более 30 лет. И такой срок эксплуатации практически у всех воздушных средств ДСАФ. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.